Доброе утро всем! В студии Павел Савченко, Анна Шамбадал и мы с рабочим таким настроением. Знаете, помимо того, что музыкально... В активности, в активности, друзья, прям с самого утра. Хочется напомнить, что зима наступила и на улицах, да, уже успел даже выпасть снег. Готовы ли службы вот к вот этим вот капризам природы? Совершенно верно. Продолжим тему в студии. У нас в гостях Алексей Строговец, директор по строительству и эксплуатации городских автомобильных дорог АО Юж-Урал-Мост. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Итак, расскажите, пожалуйста, сколько вообще у нас техники есть, готова техника, и как она работает в обычные дни, и как работает, когда начинается метель? У нас 185 единиц снегоуборочной техники. В обычные дни у нас выходит порядка 120 единиц техники. Это днём и ночью. Мы работаем круглые сутки. У нас смена с 8 утра до 8 вечера, и с 8 вечера до 8 утра. То есть работа без остановки, круглые сутки. В пиковые нагрузки и в сильные снегопады мы привлекаем технику с наших ближайших областных предприятий, и общее количество техники достигает порядка 260 единиц. Это максимально, что мы можем привлечь на... Сколько вообще времени требуется, чтобы... Ну вот завалило город снегом. Сколько надо времени, чтобы очистить основные магистрали? Ещё интересно, кстати говоря, куда его вывозят, или его вот по краям дороги оставляют? В зависимости от того, какой интенсивности был снегопад, и когда он закончился, на ликвидации снега с первой части даются сутки. То есть работа по содержанию города Челябинска, циклическая работа. То есть вначале происходит во время снегопада обработка противогулёдными материалами, дальше формируются колонны спецтехники, и уже снег, который остался на первой части, сметается в приладковую часть. Далее формируется снежный вал и вывозится на полигон для складирования снега. Я думаю, невозможно не сказать про реагенты, которые, естественно, используют, правильно, при очистке. И многие на это жалуются, в том числе и пешеходы, которые ходят и портят себе обувь, ну и машинисты тоже. Машинисты, автомобилисты. А есть ли какая-то альтернатива вообще замена этим реагентам? Уже два года мы используем и работаем по технологии смоченной соли. То есть для этого приобретены специальные автомобили и комбинейные дорожные машины, которые позволяют использовать данный метод. Это соль обычная, натрий-хлор. В момент распределения на первую часть смачивается раствором кальций-хлор, что позволяет равномерно распределиться на всю ширину первой части и быстро ликвидировать снежный накат и гололед. До этого, два года назад, использовали песко-соляную смесь. Данная смесь вызывала много нареканий со стороны также граждан и автомобилистов, так как в момент таяния снега образовалась, вот эта пыль оставалась, и всем эта пыль мешала. Также забивались ливневки и создавали определенные трудности. То есть была поставлена задача найти альтернативные способы борьбы с зимней скользкой и предупреждения зимней скользкости. Мы советовались и выезжали в другие регионы с нашей страны. Это Москва, Санкт-Петербург. Поэтому брали опыт других регионов, также зарубежный опыт смотрели, это в Германии, в Австрии. И вот выбрали данный способ обработки противоголевленными материалами. Он носит наименьший на урон экосистеме, поэтому был выбран данный. Ну вот скажите, давайте так, недавно совершенно прошел снегопад в нашем городе, все мы его помним, самый первый снегопад. И такой сразу же был он, знаете ли, активный. И сразу, да, и на самом деле вроде и снег это немного выпало, ну по крайней мере визуально казалось. А в итоге утром до работы, до студии доехать было невозможно. Есть ли какой-то специально ответственный человек? Как это формируется? Ну то есть, вот мы видим, снег уже идет. Почему до пробок не выехала техника? Или она выехала, но не там? Нет, техника выехала и работала согласно маршрутов. У нас город, мы обслуживаем 300, в районе 350 улиц. Это основные магистральные нашего города. Техника выехала по маршрутам. Снег не прекращался идти. То есть он начался ночью и закончился, грубо говоря, там вечером. Поэтому снег не останавливался, работу мы не останавливали. Работали в усиленном режиме. К сожалению, днем, наверное, ну и наши колонны мешают и движению автомобилей. Поэтому ситуация была рабочая. Я считаю, что, ну, ситуация рабочая. Ничего такого страшного не произошло. Первый снег, просто люди, видимо, еще не привыкли. Поэтому такая ситуация возникла. Поэтому надо было еще и пораньше выйти, правильно? Мы же не останавливаемся. У нас работа идет круглые сутки. То есть с 8 вечера до 8 утра смена меняется, и со 8 до 8. То есть мы работаем беспрерывно. Понятно, хорошо. Спасибо вам огромное. Заранее визит. Мы же напомним, что у нас в гостях Алексей Струговец, директор по строительству и эксплуатации городских автомобильных дорог АО «Юж-Урал-Мост». Ну что же, а прямо сейчас, я думаю, мы готовы перейти к следующей рубрике и рассказать вам, а что же можно приготовить, чем же можно удивить своих домочадцев. Смотрите, записывайте и пробуйте самое главное.